Спасибо большое спонсорам за возможность выступить на этом докладе и на этой секции и организаторам съезда. Я хочу еще один реверанс сделать в сторону компании Boston Scientific. У меня есть пациент, у которого 8 лет назад был имплантирован резинхронизатор с функцией дефибриллятора. И аппарат пишет, что он простоит еще 8 лет. Это фантастические, конечно, цифры, но это единственный аппарат, который я вижу, и это вот этой компанией. Почему именно наджелудочковой аритмией? Почему мы будем говорить об этом на заседании Boston Scientific? Потому что про фибрилляцию предсердия, про желудочковую аритмию мы говорили вчера, поэтому осталась тема только наджелудочковой аритмией. И я еще раз показываю рекомендации, которыми мы пользуемся и которые мы прописали. В этом году выходят новые рекомендации. К сожалению, к съезду мы не успели этого делать. Но, однако, в сайте Всероссийского научного общества аритмологов вы можете найти новую редакцию рекомендаций. И эти рекомендации выйдут уже в сентябре, и в октябре уже будут доступны для... Спасибо. И в октябре уже будут доступны для... Уже в книжном варианте. Что касается электрофизиологических исследований и наджелудочковой аритмией, то одно без другого практически у нас не живет. И как бы я показываю, как электрофизиолог, каким образом проводится это электрофизиологическое исследование. И загадка никаких нет, и никаких фокусов, и сложностей в этом нет. Обычная установка электродов, в которые устанавливаются в венечный синус, описывающий левые отделы сердца, в область пучка ГИСа, про которую сегодня говорили, в верхний отдел правого предсердия и в верхушку правого желудочка. И проводится просто-напросто стимуляция с измерением базовых параметров. Наибольшее количество спайков пишется у нас в области пучка ГИСа, где мы видим предсердный компонент, так называемые ГИСовские компоненты, и, соответственно, желудочковые компоненты, они имеют абсолютно одинаковое взаиморасположение при нормальной электрофизиологии сердца, для того, чтобы через атервентикулярный узел мог пройти импульс от предсердия к желудочкам. Нас, кроме этого, интересует еще и ретроградное проведение. С помощью желудочковой стимуляции верхушки правого желудочка мы можем прояснить, каким образом активируется предсердие. Не у всех оно бывает. Часть пациентов, 30-40% пациентов, не имеет вообще никакого ретроградного проведения, нет никакой ретроградной связи от предсердия к желудочкам. Но при наличии этого проведения мы можем сказать, откуда проходит это проведение по иерархии вот этих как раз электрограмм, которые мы видим на электроде коронарного синуса. И если мы имеем склон к задержке проведения, то в принципе единственная структура, которая имеет декрементное проведение, это опять же та же самая гиспуркиния-система, через которую активируется предсердие, но при этом происходит определенная задержка. И эту задержку мы видим по увеличению вот этого вентрикула от реального интервала, с помощью которого мы будем знать, через какую структуру проходит импульс. То же самое происходит и при стимуляции в верхних отделах правого предсердия, где мы делаем экстрастимул на предсердный миокард, и смотрим, через какую структуру и с какой задержкой происходит у нас импульс. В данном случае через отревентикулярное соединение, увеличение происходит H-интервал, соответственно, увеличение проведения, удлинение проведения происходит через отревентикулярный узел. Говоря о желудочковых тахикардиях, мы отмечаем, что мы говорим о тахикардии с узкими комплексами КРС, и здесь есть определенная схема, каким образом мы ставим клинические диагнозы. Все эти выдержки из клинических рекомендаций, все эти схемы вы можете найти в клинических рекомендациях как раз Всероссийского научного общества аритмологов. Мы смотрим, есть ли у пациента синдром предвозбуждения, есть ли отревентикулярная рецепрокная тахикардия, и, соответственно, отправляем к нужному человеку, который может эту проблему решить. Важная проблема – это отмечается ли потеря сознания во время такого пароксизма или нет. Кроме того, важный диагностический признак – это ритмичность и неритмичность сокращения. Соответственно, неритмичные сокращения будут говорить у нас о фибрилляции предсердий, многофокусной предсердной тахикардии, отрепетании предсердия с изменяющейся АВ-проводимостью, либо это устойчивое ритмичное сердцебиение, которое также мы можем посмотреть, какую они структуру могут иметь. Это узкокомплексная тахикардия. Опять же, мы обращаем внимание, ритмичная тахикардия или неритмичная. Если это ритмичная тахикардия, обязательно ищем вот эту П- или П-штрих-волну, которая имеется на кардиограмме. Если мы ее не видим, то есть она скрыта в КРС-комплексе, то мы с определенной долей уверенности, что мы можем сказать, что это вариант, так скажем, АВ-узловой ориентре тахикардии, и эта П-волна скрыта внутри вот этого КРС-комплекса, то есть ПР, короче, 70 миллисекунд. Вот эта П-волна мы чаще всего не будем видеть. Вот если РП-интервал больше 70 миллисекунд, хотя чаще всего вы видите две клетки 80 миллисекунд, почему в одних учебниках написано 70, в других написано 90, для меня непонятно, когда две клетки составляют всего лишь 80 миллисекунд, но тем не менее, как бы, все есть как есть. Соответственно, здесь варианты от ревентрикулярной рецепропной тахикардии, либо это атипичная форма узловой тахикардии, соответственно, есть РП длинея ПР. Здесь очень запутанная ситуация, как раз здесь могут быть несколько диагнозов, и медленно функционирующие дополнительно претерно-желудочковые соединения, и может быть фаст-слоу тахикардии, и, соответственно, возможно, любой из вариантов претерно-желудочковых тахикардии, особенно если имеется определенная конфигурация вот этих П-волнов. Регулярная желудочковая тахикардия, опять же, мы смотрим, каким образом мы будем лечить. Вы видите, первым классом стоит радиочастотная аблация при всех видах регулярных желудочковых тахикардии. Если нет эффекта от антиаритмического лечения, вы видите, под вторым классом можно использовать препараты третьего класса, и дегоксин тоже относится к тому, каким образом лечатся эти аритмии. В основном под вторым классом идут на нас бета-блокаторы, кольцевые блокаторы и препараты первого С-класса. Реакция на аденозин. И если вы работаете на скорой помощи или в лабораториях, которые у вас приходят, это очень важный признак. У вас есть хороший и дешевый препарат, называемый АТФ. И я предлагаю вам, кардиологам, очень часто использовать этот препарат. Он достаточно эффективно и хорошо купирует наджелудочковые аритмии. И в данном случае эта схема нам помогает. В основном это отрементикулярные узловые тахикардии, либо отрементикулярный узел участвует в акте тахикардии. Но может быть и реэнтри в области синусто-притердного узла, эктопическая притердная тахикардия также может быть. Во время фибрилляции или трепетания притердия, если у вас с диагнозом не так понятно, трепетание это или нет, тоже возникает определенный вопрос. Потому что восстанавливается вам ритм без антикоагулянтов. И много очень вопросов. В виде АТФ вы создаете практически полную поперечную блокаду. Оно проходит через 5-7 секунд. Но тем не менее на электрокардиограмме, как диагностику, вы будете видеть, что у вас происходит в притердном миокарде. Это хорошие очень диагностические критерии. Классификация притердных аритмий. Синусовая тахикардия, физиологическая синусовая тахикардия и аномальная синусовая тахикардия. Из притердных тахикардий выделяет фокусную или эктопическую притердную тахикардию, рентрию в области синусового узла и полиморфную или мультифокусную, или многофокусную притердную стимуляцию, когда очаг аритмия в притердиях не один. И его достаточно сложно перепутать с фибрилляцией притердия. Поэтому диагностика здесь достаточно важная вещь, потому что про фибрилляцию притердия мы иногда рекомендуем радиочастотную аблацию, а в данном случае радиочастотная аблация не сильно эффективна, и она идет по вторым как раз Б-классом. Синусовая тахикардия считается физиологическим, когда она является результатом соответствующих вегетативных влияний. И, соответственно, мы изменить эту структуру, мы можем убрать эти вегетативные влияния соответственно у этого пациента. Я не буду перечислять все, что написано здесь. Здесь в этой тахикардии можно устранить с помощью коррекции основной причины, которая вызывает эту синусовую аритмию. Другой признак – это аномальная синусовая тахикардия. Это повышенный автоматизм синусового узла, нарушение автономной регуляции синусового узла с повышением симпатическим и снижением парасимпатического тонуса. Измерение кислотно-челочного разновесия, при этом может быть и сердечной недостаткой, может влиять и вторичной причиной. Как написано в американских рекомендациях за 2015 год, в основном аномальная синусовая тахикардия, почему-то страдают медработники, и 90% из них – женщины. Поэтому мне сложно комментировать этот момент, но тем не менее такая вещь есть. Соответственно, холтеровское мониторирование может выявить нам вот эту аномальную синусовую тахикардию, и они носят так называемый непароксизмальный характер, когда постоянно у вас средний ритм находится выше 90 ударов в минуту. Морфология зубца П на кардиограмме и эндокардиальных электрограммах идентична таковой на синусовом ритме, и нужно обязательно при этих вещах исключать как бы вторичные признаки – это гипертиреозфия, хромоцитома, гипокалиемия, физическая нетренированность и все прочее. Ну, соответственно, лечение синусовой, имеется в виду аномальной синусовой тахикардии, под вторым B-классом идет и радиочастотное воздействие на синусовый узел. Однако, если в зале есть электрофизиологи, то мы знаем, что это крайне редкая процедура, которая приводит, если уж совсем неэффективно терапию. В данном случае рекомендуют в устранении возможных причин синусовой тахикардии. Соответственно, вторым идет ивабрадин, это новый препарат, называется он кароксан, применяется он 10-15 мг в сутки, либо это комбинация вот этих препаратов, когда невозможно устранить с помощью бета-блокаторов либо с помощью ивабрадина синусовую тахикардию. Синусно-предсердная узловая реэнтрия тахикардии, это классическая, так скажем, реэнтрия тахикардии, которая закручивается в области синопредсердной зоне, где с участием прилежащего миокарда индукции купирования аритмии вызываются преждевременными экстрастимулями. Эккупирование происходит при выполнении вагностных приемов или при введении аденозима. То есть это классические признаки, которые мы обычно описываем для реэнтрия. И очаговая фокусная пресердная тахикардия, она достаточно сложная, но благо, что распространенность не такая большая у пациента, и клинические проявления обычно не приводят к кардиопатии. Соответственно, на холдерском мониторировании мы можем видеть периоды разогрева и охлаждения, и на эфе мы тоже видим непароксимальный характер такой аритмии. Я все время привожу какие-то свои данные, потому что есть множество разнообразных схем, просто для того, чтобы показать, что мы тоже участвовали в разработке таких алгоритмов, где можно определить, из какой по конфигурации П-волны, можно определить, из какой зоны пресердия исходит данная аритмия. Я привожу данные о Миранштаде Чиревишвили, еще далекого 1998 года. Тем более, что появились специфические холдеры, которые убирают КРС-комплексы и позволяют нам даже и П-волну, которая находящаяся в Т-волне, либо же с КРС-комплексом вместе идет, выделить это в отдельную какую-то категорию и посмотреть полярность этой волны. Опять же, я не буду перечислять все препараты, они общеизвестны, эти препараты. В основном это блокаторы, кальциевые блокаторы и препараты первого С-класса. Ну и, соответственно, при неэффективности, опять же, в данном случае, при многофокусной претерденной тихикардии не рекомендуется проведение радиочастотной аблации, потому что действительно очень много фокусов, которые, в принципе, откартировать, к сожалению, невозможно. В данном случае показан пример эктопической претерденной тихикардии, в данном случае картирование правого и левого претердия. Однако при тщательном картировании оказалось, что правое претердие совсем ни при чем, что эктопическая претерденная тихикардия молодого человека находится в устье правой нижней легочной вены. Это можно было откартировать с помощью трехмерных навигационных систем. Ну и порой трудно отличить вот эту полиморфную претерденную тихикардию от фибрилляции претерденной тихикардии или даже записи одного канала. Поэтому для подтверждения диагноза показано ЭКГ в 12 отведениях, соответственно, 12-канальная холтеровская монетария. Те же самые препараты, как я говорил, в радиочастотной аблации не рекомендуется, кардиоверсии здесь также не рекомендуется для лечения такого типа аритмии. Поэтому в данном случае под вторым Б-классом также идет и амидарон, который относительно эффективен, но, опять же, это было показано только в одном исследовании. Ну и РЧА ретмогенов-фоксов тоже идет под вторым Б-классом. А в узловой ориентре тихикардии, как я говорил, диагноз поставить достаточно легко. П-волна скрыта внутри КРС-комплекса. Здесь вот мы видим остатки, но при этом РП-интервал достаточно маленький, он меньше двух клеточек, то есть в 80-ти этой структуре вы можете определить классическую слову фаз тихикардию. Сейчас объясню, что это такое. На электрофизиологическом исследовании диагноз ставится достаточно легко. Происходит разрыв вот этого ЭЧ-интервала, который, в принципе, по классике должен вот этот разрыв или скачок произойти более чем на 40 миллисекунд, чтобы импульс мог вернуться в обратном направлении, заскочить через быстрый путь в обратную сторону и закрутить тихикардию. В принципе, здесь вы видите вот этот момент, когда происходит разрыв проведения, происходит ретроградное проведение по быстрому пути, и возникает вот эта узловая, АВ-узловая реципрокная тихикардия. Это различные варианты. Я подробно не буду остановить, так как вы не электрофизиологи всё-таки. Закручивание этой аритмии может происходить по классической морфологии, да, то есть по медленному пути, а возврат может происходить по быстрому пути. Это наиболее частый вариант узловой тихикардии, но может быть и немножко по-другому. То есть это может быть ретроградный охват, то есть фаз слова тихикардии, то есть вполне себе наоборот. И тихикардия может крутиться между двумя частями, так скажем, медленного пути, когда мы видим так называемую слово-слову тихикардии. Тогда П-волна будет у вас как раз ровно в середине между комплексами КОРС. Анатомия атриотикулярного узла, к сожалению, достаточно сложна, и поэтому на эти структуры мы воздействуем, но природа заложила как бы такой определенный треугольник, который называется треугольником КОХ, который ограничивается коронарным синусом, трикоспидальным клапаном и сверху центральное фиброзное тело. То есть, в принципе, вот этот треугольник весь заполняется атриотикулярным соединением, и очень четко мы видим, что компактная часть атриотикулярного узла с общим стволом пучка ГИСа лежит в верхней части этого треугольника КОХа, а мы воздействуем как раз в области, лежащей между коронарным синусом, и вот эта компактная часть атриотикулярного соединения, его мы видим, если мы проведем электрод или поставим электрод на пучок ГИСа, мы будем видеть четкое расстояние между коронарным синусом, и как раз в середине между ними, ближе к коронарному синусу, выполняются такие воздействия. Эффективность таких процедур очень высокая, однако есть определенные осложнения, и оно связано в основном с опытностью оператора, и чем опытнее оператор, тем меньше у него этих осложнений. В среднем где-то от 0,4 до 2% таких осложнений имеется, и эти осложнения можно устранить с помощью методики КРИО воздействия на атриотикулярное соединение, ну почти на 100%, которое дает нам гарантию от атриотикулярных блокад. Следующий аспект – это синдром предвозбуждения, здесь синдром ЦЛЦ, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, и синдром Магейма. Частота случаев, если рассматривать от 0,15 до 0,39%, и в принципе это 37-98% в год – это внезапно среди этих смертей. Это было посчитано в Соединенных Штатах Америки. Много или мало это судить вам, но тем не менее, на мой взгляд, это недопустимо. И в принципе роль антиоритмиков достаточно сомнительна при профилактике внезапных сердечных смертей. Наиболее эффективным препаратом является кардарон, однако вы знаете, что у кардарона имеется и внесердечные осложнения, поэтому препарат тяжелый, и назначать его вами, кардиологами, достаточно тяжело. Применяется 1-А-класс, 1-Ц-класс препаратов, опять же, влияние бета-блокаторов в данном исследовании не доказано. Вот такой вот дополнительный путь проведения, который проникает от предсердного миокарда к желудочковому миокарду. И вот имеются различные варианты вот этого дополнительного синдрома предвозбуждения. Здесь нарисованы все варианты. Это классическое дополнительное предсердное желудочковое соединение, и все остальные, так называемые, по типу МОГЕМа, наиболее классические из них, либо атривентрикулярный тракт, либо это астривентрикулярный тракт, я очень быстренько пробегусь по этому тракту, потому что бывает ширококомплексная тахикардия. Обычно при манифестирующем синдроме Вольфа-Паркинсона-Увайтова вы видите дельта-волну, которая имеется на электрокардиограмме, она обусловлена охватом через дополнительный путь определенной части миокарда, которая оставляет свой след на электрокардиограмме. Индукция достаточно классической тахикардии, вы видите, дельта-волна, меняется комплекс на узкий, то есть проведение осуществляется уже по атривентрикулярному соединению, и происходит ретроградный охват через дополнительный путь проведения, и возникает так называемый ортодромный ориентритехикардии, который тоже на электрокардиограмме достаточно легко увидит. Вы увидите ретроградную П-волну, или П-штрих-волну, которая, так скажем, больше 70-90 миллисекунд по описанию. Опять же, да, здесь не буду на рекомендациях останавливаться, ах, нет, это асимптомные пациенты, я здесь останавливаюсь, потому что это часто задаваемый вопрос, что делать, если мы выявляем дельта-волну с этими пациентами. И здесь выявление у пациентов с ДПЖС важно. Если имеется интермитирующее проведение у пациента, то и нет тахикардии у пациента, то этого пациента вы можете оставить в покое. Либо же на холтеровском мониторированном, либо при физической нагрузке. Вы видите изменение, да, покой интервал нарастает, то есть в зоне нормальных сокращений дополнительное претерно-желудочковое соединение закрывается. Мы, к сожалению, очень плохо, что забыли такой метод, как черезпищеводную стимуляцию. В Европе и Америке это полностью все забыто, у нас еще какие-то остатки остались, и мы хотим в новых рекомендациях вернуть к жизни эту методику, потому что она была достаточно эффективна, для того, чтобы проводить такие исследования, малоинвазивные исследования, с помощью которого мы можем доказать, можем показать, какова же рефракторность этого дополнительного пути, сколько ударов в минуту этот дополнительный путь проводит. РЧА дополнительных путей достаточно легкая процедура, и уже в далеком 2007-2008 году было показано, что эффективность этих процедур составляет не менее 95% при небольшом количестве осложнений и возврата, при практически нулевой летальности. Поэтому принципиально имеет значение, еще один важный слайд, я покажу, что при желудочковых тахикардии, это наши данные, что в основном у пациентов 90% было ортодромной ориентой тахикардии, но при этом 30% пациентов имели фибрилляцию предсердия в анамнезе, а это уже достаточно жизнеугрожающе. Это каждый третий пациент имел такую вот оритмию. В данном случае вы видите проведение по дополнительной пресердно-желудочковому соединению при фибрилляции предсердия, переходящую уже в фибрилляцию желудочков, соответственно, здесь без дефибрилляции нам не обойтись, и этот пациент является угрожаемым по внезапной среде смерти. Не буду останавливать на механизмах фибрилляции предсердия. Классические данные, когда нужно убирать, устранять это дополнительное пресердно-желудочковое соединение, естественно, когда оно быстрое, когда имеется один к одному повреждение, и важный момент, когда оно сочетается со структурной патологией, чаще всего это аномалия Эпштейна, где приблизительно 30-40% пациентов имеют вот такие дополнительные пути, это связано с самой структурой вот этой аномалии. Еще один дополнительный путь, на который стоит обратить внимание, это атрифоскулярный тракт. Закладывается он по данным Андерсена как дополнительная структура атрифоскулярного соединения, как вторая структура, которая уже в эмбриональном периоде редуцируется и исчезает, но у некоторых пациентов остается. Почему мы это говорим? Во время воздействия и во время записи электрограммы мы видим дополнительный потенциал как в области гиспрокинейной системы. Соответственно, от этого пришел вывод. Это длинная структура, которая идет от переднебоковых областей трикоспедального клапана, либо шунтируется в верхушку, либо в правую ножку пучка гиса. И достаточно классический вариант. Я вчера показывал желудочковую фасцикулярную тахикардию. Здесь, в принципе, то же самое. Р или РС-компонент во втором-третьем отведении, Р в первом отведении, но при этом оно комбинируется с блокадой левой ножки пучка гиса, и при этом вы не видите вентриговую атриальную диссоциацию нигде. То есть АВ-синхронизация, так скажем, сохранена. Ну вот, видите, дополнительный потенциал, который прописывается как раз на передней боковой стенке. Вы видите потенциал пучка гиса. Он похож на потенциал пучка гиса, не такой большой. Значит, это эффективно. И самое последнее, что я не успел сказать вчера, это изоляция, денервация почечных артерий. Достаточно модное направление. На последнем Конгрессе Соединенных Штатов было направлено как раз на денервация, была направлена на лечение пациентов, которые имеют штормы, желудочковые штормы. Но в этом отношении мы проводим такие пока точечные воздействия на почечные артерии. Для того, чтобы безопасно сделать такие воздействия, потому что при ручном воздействии на почечные артерии расстояние между двумя воздействиями должно быть не менее 5 мм, для того, чтобы не создавать стенозы. Вы знаете, эта технология была применена впервые для того, чтобы лечить артериальную гипертензию. Однако было показано в последних исследованиях, что у пациентов, имеющих сердечную недостаточность и небольшое артериальное давление, такие воздействия убирают жизнеугрожающей желудочковой аритмии, но при этом не изменяют артериального давления в этом ракурсе. Спасибо большое за внимание.